Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем играть за отбросов и я собрал Санчеса, точнее Санчеса, вот, так как там сейчас, в общем, карточки футис, кто ничего не понимает в FIFA, в общем, это типа три карточки дают собрать на выбор, можно собрать все три, можно собрать какую-то одну, и тот игрок, которого чаще всего использовали игроки в Ultimate Team, тому повысят статы, вот. Мне почему-то кажется, что это будет Санчеса, потому что в начале сезона, где-то месяца, когда три я играл прям активно на втором аккаунте и когда играл за отбросов, я постоянно видел Санчеса, Дембеле я вообще почти не встречал состава, хотя он топовый игрок, и Дембеле-то было бы мне наоборот прикольно собрать, потому что когда у меня этот закончится, я бы поставил Дембеле розового, но мне почему-то кажется, что именно Санчес будет главным, поэтому вот такой вот состав я тут накидал, этих игроков я отдаю, очень хорошо, что мне парышки игроков еще успело выпасть, вот тот же Набабки, который я смог отдать Глушаков, Газинский, и в итоге собрал я вот такой сквад, обмениваю его на розового Санчеса, буду его на замену выпускать, потому что, ну в принципе у меня есть, конечно, из бундес игроки, так что можно будет его как-то и в состав даже включить. 13 санчес, добро пожаловать в отбросы, реально прикольно, что теперь можешь так делать, но действительно, если ты прям совсем без анты играешь, то очень тяжело карточки вот такие собирать. Так, отправить в текущий состав, и если что, если он реально повысится, то я смогу, например, Крыховика и Шнайдерлина просто продать, то есть, ну, получить какие-то монеты за них, вместо того, чтобы просто тратить их. Потому что статы у него очень хорошие, а если их еще и повысить, то будет вообще-то, вот вместо, например, Суариса. То есть, он гораздо лучше его по статам. Вот, и Гея, получается, и Дриса есть, типа, третий игрок, да, особый, либо Дембеле. Вот я говорю, я бы за Дембеле поиграл с удовольствием, но я почти уверен, что Муса Дембеле не будет выбран так же, как и Гея, потому что я вообще не видел в составах его, хотя довольно много играл. Вот, игрок не на своей позиции. Флоренс, кстати, выиграл, по-моему, да, ему статы подняли, и теперь, получается, можно его забрать уже, да? Так, и форма. Решфорд Торрес, это мы все брали. Абамиянк на 20 матчей. Ну, нет, все, больше у меня точно игроков нет. Вот, больше я точно уже ничего не сделаю. Кстати, Чичариту из АПЛ-ки на 40 матчей, это реально прикольно. А что для этого нужно? Давайте посмотрим. Может быть, я через пару дивизионов. Из Байера один игрок, из Бесхэма один игрок. 85 сыгранность, игроков составил 11. То есть, надо будет гибрид делать Вестхэма и Байера. Либо, чтобы там немцы были. Но можно, конечно, из Бундеса кого-нибудь поменять, но у меня, по-моему, из Байера никого и нет. На 40 матчей Чичариту. То есть, у меня он есть такой, но он именно из Бундеса. Если бы он из АПЛ-ки был, было бы топовый. Ладно, это не важно, мы с вами первый матч, по-моему, проиграли. Да, это же я вспомнил. Все лагало, пипец. Поэтому, надеюсь, что сейчас-то все будет нормально. Еще раз, люди. Те, кто просит поменять Вальдеса, что, типа, он очень плохо играет. У меня просто нет больше вратарей, ребята. У меня просто нет больше вратарей. Он самый высокорейтинговый чувак. Я могу поставить серебряного Галлини. Серьезно. У него статы еще хуже. Но я надеюсь, что он может быть хотя бы выше просто. Да, он метр девяносто почти. Жулио Сезар, я уверен, что не будет стоять, ну, типа, лучше, чем Вальдеса. Вот просто уверен. Есть Сарантино еще из Италии, но он, типа, под сыгранность не подходит. Мне нужен кто-нибудь из АПЛ-ки. То есть, вот, мой выбор вратарей. Просто кого? Кого я должен ставить на ворота? Может быть, Шильникова? Может быть, его поставить? Потому что реально огромное количество людей мне просто пишет. Поменяй Вальдеса, поменяй Вальдеса. Не на кого. Посмотрите, у меня два итальянца под замену Стекеленбург на два матча всего лишь. И все, больше у меня нет. Я могу поставить вот этого итальянца? Но видите, у меня как бы защитники-то испанские. То есть, мне нужен какой-нибудь испанский вратарь. Был бы у меня какой-нибудь Диего Алвиш, я бы, ребята, серьезно, даже бы не думаю, просто взял его и поставил. Но у меня даже нет из Испании ни одного вратаря, поэтому, типа, единственный мой выбор, это Вальдеса ставить и с ним пропускать миллион мячей. Я могу без сыгранности этого сейчас итальянца поставить на один матч, чисто потестить. И поглядим, что из этого выйдет. Так, Санчо, если что, готовенький. Я вот думаю, по поводу форварда. Мне нужен кто-то на замену. Какой-нибудь форвард мне нужен на замену. У меня тут составили... Ну, есть Чича, но вместо Тороса есть только. Просто, видите, мне вот в старт бы его поставить, например, чтобы Торос пару матчей не играл, потому что, ну, что-то у него реально игра не идет. Бадабуза вместо Джейсона я по краю собирался, это я помню. Нет, нет, давайте попробуем. Так, 17 матчей Тороса. Останется 16. Если все еще серия, я два раза его использую, так 15 матчей будет. Что вполне себе неплохо. Модрича пока оставляем. И сразу же я нашел соперника. И, кстати, я хост. Там, в последнем самом матче, когда все очень жестко лагало, я не был хостом. Но, смотрите, задержка 2. Ну, типа, зато я сразу нашел соперника. О, кстати, у него есть темная форма. Ну, давай вот так вот. С надписью Xbox. Ну, потому что мы играем на Xbox. Люди, которые играют на Xbox, любят форму с Xbox. Итак. Итак, и так, и так. Джека и Игуаин. Его нападение. Блащиковский справа. Флоренси справа. Кстати, который у него не апнулся. И не стал цепешником 86. Видимо, все-таки голосование еще идет. Потому что я не знаю. Я не знаю, когда Санчиш апнется. Но я серьезно 70% вставлю на то, что это будет Санчиш. Что его именно выберут все игроки. Потому что это огромный, типа, двухметровый монстр, который всех расталкивает. С топовыми дальними ударами. Сколько голов я от Санчиша пропускал. Эмпетент-лиги я просто не сочетаю. Джисон, хороший отбор. Пасик. Фернандо, ну. Спасибо. Наконец-то. Фернандо Торрес. 1-0. Наконец-то он забил. В прошлых матчах, я говорю, я как-то не особо хотел ему оценку дать. Потому что, ну, серьезно. Ну, типа, с лагами такими. У меня даже не было особо нормальных позиций, чтобы пробить. Когда я все-таки мог бить, я бил по центру ворота. Просто не мог выбрать нужную сторону мне. Торрес. 2-0. Взялись за дело. Молодцы. Но здесь все Решфорд сделал. Он, во-первых, обогнал защитника, отобрал у него мяч и потрясающий пас выдал. Прям под удар. И мы пропускаем. 2-1. Ну, посмотрим, какой вратарь у меня лучше стоит, чем Вальдес. Просто у меня таких нет. Я говорю, если бы вот Диа Галвиш выпал, я был бы реально очень рад. Потому что он очень тачерский уротарь. Во всех частях титул. Что Чех, вот что Диа Галвиш. Это просто какой-то бес. Ну, и здесь. Мой уротарь будет прыгать не смог. Торрес. Красиво скатил и Минди, какой удар. Низом, в дальний угол. Очень неплохо пробил. Я даже не ждал. Так, навес и... Нзонзи. Вышел ворота. Джейсон, хорошо как убежал. Ну, тихонечко. Красавый, Решфорд. Ой, какая контакта у Басчиковски. Вротарь-то сейвит. Галлини, ты что творишь? Ладно, первый тайм закончился. Но у нас, конечно, моментов было побольше. Но забили два. Хотя два, это же не мало. Я просто не очень... Ладно, Санчиш выходит. Так-то... Бодагуза я реально хотел потестить. Поэтому Кисни выходит. Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни-Кисни. Ну, Инзонзи с Минди я пока оставлю. Вроде бы матч... Под нашим контролем, но все может измениться. Решфорд, хорош! Ну... 3-1. Соляныч разобрался, красава. У меня был выбор между быстрым двойным ударом, низом, либо фенесиком в угол. То есть я раскачал немножко вратаря и в правый угол мяч отправил. Плюс если бы он отбил, либо я попал бы в штангу, там Фернандо Торрес с этой стороны как-то сбежал. Отлично, вратарь, хороший, Сикера здесь помог, и вратарь Решир засейвил. Ну, он хотя бы, знаете, он хотя бы кидается на мяч, пытается его забрать, не так как Вальдес, который просто стоит. Торрес! Криховяк! Хо-хо-хо! Красавчик! 4-2. Ну, мы хотя бы стали забивать. Уж не знаю, как долго это продлится, но в этом матче мы забили 4. И Криховяк, который я только-только вместо Минди выпустил, даже сказать еще об этом не успел, тут и забил. И мы выигрываем, друзья. Мы выигрываем первый матч в новом дивизионе. Ну, точнее, первый матч, который мы выигрывали в новом дивизионе. Из двух, которые мы сыграли. Сикера, вообще лучший игрок матча. Один голевой пас у него. И один голевой урэш, правда. Да, кстати, мне перестали монеты давать, надо бы сейчас снова применить улучшалку. Ну, равная игра. 11-10, 11-7 по ударам. У нас точность ударов хорошая была. У соперника, значит, пасов чуть получше. Но 80% мы выдержали точности. Это очень хороший результат. Надо сейчас пятый дивизион вот так вот спокойненько, без нервов пройти. Выйти в четвертый. Там немножко попотеть. А дальше третий, второй. Чтоб все как по накатам не пошло. Так, ну и на второй матч, ребят, я приберегу Тороса. Я пока что буду реально, ну, поменьше теперь его использовать, потому что, ну, 16 матчей это не так много. Вратарь, в принципе, здорово стоял. Два, конечно, он пропустил, но там были два мяча таких, которые Вальдес бы точно тоже пропустил. Вот. Из АПЛ у меня есть только Янсен в нападении, поэтому, чтобы с Решфордом они бегали. Оставлю их. Так, Модрич тоже пока отдыхает. В принципе, можно было бы вместо Зонзи Санчеша поставить и под него, например, Чичариту вообще вот так сделать. Естественно, сыгранность очень сильно упадет, но у меня был бы какой-нибудь реальный вариант. Если бы еще, например, Шурли воткнуть как-нибудь сюда. Ну, либо кого-нибудь из Бундес. О, в центр поля. Либо чтобы левый защитник был из Бундес. Здесь, мне кажется, слишком много линков потеряется. У меня вообще есть кто-нибудь в центр поля из Бундес? Ну, кого нет. Просто из полузащитников. Ну, да. Выбор такой себе, я бы сказал. Кстати, Ройс на форварде вполне неплохо. Челит, если на Цапа, вот, как натереться. Того же Ройса на Цапа. Ну, это уж совсем такие, знаете бы, вот эти. Когда-нибудь потом эксперименты. Так, ну, если что, кстати, я могу даже Шурли потом на Цапа упустить в этом нищем. БДБУС? Пока ничего не понял. Вроде неплохо двигается. Такое, такое, так он. У нас правда левша, да? Да, левая нога ведущая. Ну, кстати, у него 4 звезды финтов и слабая нога правая тоже 4 звезды. Вполне неплохо, как по мне. Погнали, второй матч. Еще маленькое изменение. Гарсию поставил на левый фланг. Оказывается, у меня все-таки есть защитник из Бундес. Левый. И плюс, если что, теперь Сикера будет побольше отдыхать. Потому что, ну, все-таки выносливость тратится очень быстро у нас. Вот такой вот левый фланг из Бундес теперь у меня. Итак, второй соперник. Ла Лига. Три защитника. Нанес слева. Мзонзи в центре. Ковачич. Неплохо. Карлсвела. Гризман. И облако на воротах. Интересно, интересно. И в первой атаке соперник пробил, а вратарь засейвил. Так как эти пасы проходят мимо моих защитников? Гризман 0.1. И опять с разворотой. И опять с пиной все отдается. Ведь пнул в ноги моему защитнику. Мяч отлетел. Ну и, конечно же, куда? Не к моим игрокам. Джейсон хорошо выбежал. И здесь защитник. Но Решфорд на добивании. Даже с рикошетом мяч. Просто по центру тихонечко подлетает. Но я пытался перекрыть пас. 0-2. Офигенное начало. Ну что за отскоки? Опять все на ногу. Еще началось. В прошлом матче же вообще не было таких отскоков. Дебильнейших. Просто все на ногу летит. И опять. Ну куда мяч отскочил после сейва? Санчеш, хорош. Решфорд. Ближний. Красава. 1-2. Фрешфорд. Облако сейвит. Сумасшедшими пируэтами. Там, в прыжках каких-то. И еще один сейв облако. Охренеть. Ну, дембеле. Нет. Чича. В упор. Опять облако. Да как? Три сумасшедших сейва подряд. Три сумасшедших сейва подряд. Так не бывает. Ну, у моих артарей. Еще один удар Решфорда. Четыре подряд удара. В упор просто. И он все от сейвил. И Гризман просто убежал. И Гризман просто убежал. И Гризман. Засейвил. Красавчик. Просто красавчик. Вальдес бы там уже на жопе лежал просто в углу. Джейсон. Хорошо. Решфорд. Развернулся. Пас. И Дембеле в упор. Снова от штанги на залетает. 2-2. Мы еще не закончили. Вот первый отскок ко мне. Я сразу забываю гол. Посмотрите, все. Дзонзи летит. Ой, ой, ой. Но это Матье. Этот СЗ-шник. Он может так замахнуться. Момент, конечно, был опаснейший. Пропускаем. Снова. 2-3. Чеширито. Ну. Выше ворот. Гарсия. На вес. Решфорд. Нет, вытолкну его. Санчеш. Дембеле. Удар. Штанга. Джейсон. Красавчик. Тихонечко. Ну как. Как в ногу можно у Тити было попасть. Что делает защитник? Просто что он делает? Не допрыгивает до мяча. 2-4. Ну, в прошлом матче Мид 4-2, а в этом Ману 4-2. Красиво. Красиво. Ну, Решфорд. Мы это не забываем. Че уж тут говорить. Вот это был еще сильный пас, шизер-б. Кому пришел отскок? Я вообще уже дюйдю, серьезно. Просто мяч попадает от меня, а тут же отскакивает на ноги. И кому приходит мяч после паски? Все, ребят, серьезно. Это просто потрясающий мак. 10 на сети. Я вообще больше ничего не скажу. На этом я заканчиваю серию. Два мяча забили, но проиграли. Ладно. Зато серия была хорошая. Много голов было. У меня настроение все равно хорошее. Типа FIFA. Иди к ты в задницу, ты мне его не испортишь. Увидимся с вами в следующей серии. С вами был Джек и счастливо. Не забывайте заходить в магазин jdui.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово «Джек». Первая ссылка в описании. Первая ссылка в описании.